Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Я хочу начать новый влог, и меня уже ждут. У меня есть буквально пару минут, чтобы с вами поболтать, чтобы с вами поздороваться, рассказать мои последние новости. В общем, к этому событию я готовилась морально, наверное, лет пять. Вот пять лет меня и муж уговаривал, и я вот морально подготавливалась к тому, что мне всё равно предстоит это сделать. И буквально, когда-когда, буквально вот пару недель назад... Ой, мои дорогие, сейчас я вам расскажу. Для меня, на самом деле, это прям вот огромное событие, вот на самом деле, в моей жизни. В общем, пару недель назад я пошла учиться на права, представляете? Иду, кстати, на теорию, но у меня уже прошло три урока практики. То есть я сама вожу, правда, ещё не в городе. Ой, я даже сейчас вам, мои дорогие, рассказываю, у меня прям сердце бьётся, когда я вот начинаю вспоминать, да, то, что я буду водителем. Это, конечно, просто, я не знаю, такое событие. А вообще, меня, конечно, муж очень давно уже уговаривает, чтобы я пошла на права, чтобы я получила права. И, в общем, чтобы я сдала на вождение. И, наконец-то, он меня уговорил. И я, по-моему, это было 25 сентября, да, по-моему, 25 сентября. Я пошла на собрание, заполнила все бумажечки, заплатила и начала учиться. Знаете, могу отметить, что вот очень многие говорят, что теорию проще запоминать, проще сдавать, а вот практику тяжелее. Я вот со своей стороны, вот сколько я уже проучилась, со своей стороны могу сказать, что для меня наоборот. Для меня, мне кажется, практика будет легче, чем теория. Потому что, или что-то с моей памяти, с мозгами. Ну, я, в общем, очень трудно запоминаю, вот, на данный момент. Может быть, чуть позже, конечно, будет лучше, но на данный момент я вот пока мне трудно. Теория дается. Преподаватели очень хорошие. Машина, кстати, на которой я езжу за рулем, тоже хорошая, Рено. В общем-то, вот такие вот дела, представляете? И сейчас я вот на теории иду. У нас стоят, кстати, последние денечки хорошей погоды, поэтому у меня вот такой вот наряд. И вообще, мои дорогие, я в последнее время, наверное, вот летом, осенью, осенью, наверное, скорее всего, в общем, шопилась и вам ничего из одежды не показывала. Если вам интересно, то вы обязательно в комментариях напишите. Я вам расскажу и покажу на себе, что же я приобрела из одежды, если вам, конечно, интересно. Потому что, на самом деле, вот мне честно, мне лень брать в руки камеру. Сейчас в жизни происходит столько много событий. Кстати, вот вчера только ездили, и я купила себе вот такие вот кожаные шортики. Это кожзам, конечно же, посмотрите, вообще, да, классные. Вот эту кофточку тоже приобрела. Надеюсь, вам видно, нет? Сейчас вот такие цепи модные, но мне вот, если честно, не нравится вот это вот. Кстати, вот эта кожаная косуха, это из шеин. И да, кстати, еще одни шорты взяла. Ну, в общем, если вам интересно, обязательно напишите, я вам все-все покажу. И еще, мои дорогие, в этом влоге покажу тоже интересные штучки. На самом деле, сейчас уже некогда мне с вами болтать, я побежала. А вы, мои дорогие, обязательно оставайтесь и смотрите дальше мой влог. Ну что, мои дорогие, уже следующий день. Сейчас вот постельку поменяла. Подготовила для вас новиночки из василька, которые я получила. И вот, видите, наволочки. Я их нашила аж 5 штук. Помните, я вам показывала простынь, которую я заказывала, обычную, да, сатиновую. Вот из этой простыни нашила наволочек, уже постирала, не гладила. Это оттенок бронза. Очень классный. И, кстати, сейчас покажу. Вот здесь тоже бронза. Но у меня нет такой простыни бронзовой, поэтому я постелила трикотажную, свою любимую трикотажную простыньку. Поэтому вот так вот. Я перезаказала в любимом васильке, из любимого василька, свой костюм, который мне безумно понравился. Это костюм называется, по-моему, Электрик. Или это оттенок так называется. Да, смотрите, костюм называется Сапфир. А оттенок называется Электрик. Я в этот раз заказала 44 размер, в прошлый раз я заказывала 46 размер. 46 размер мне вот был так великоват, но смотрелся неплохо. В принципе, и здесь сегодня освещение такое, может быть, даже непонятно будет, какой это цвет. Но цвет очень красивый, просто бомбический, мои дорогие. И я примерила в 44 размере костюмчик еще вчера. Обязательно вставлю кусочек видео, и вы посмотрите, как 44 размер на мне сидит. 46 размер я, конечно же, подарю подруге или там сестренке. Посмотрим, кому подойдет, кому понравится. Но костюм очень-очень хороший. Посмотрите, какой материал. Внутри вот из такого материала шьют в Васильке практически все костюмчики. И детские, и взрослые. Он не линяет, он не садится. Поверьте мне, он не садится, не линяет. Я уже сто раз заказывала такие костюмчики из такого материала. И с ними все хорошо. Здесь капюшончик очень удобненький. Так, смотрите. Здесь очень крутые рукава. Вот именно в этом костюме мне нравятся именно рукава. Они очень классные и не узкие, и не широкие. Смотрятся аккуратненько. Вот такие манжетики. Так. Здесь, кстати, знаете, если бы здесь были карманы, было бы вообще, наверное, супер-пупер. Ну ладно, ничего страшного. Карманы есть на штанишках. Они такие глубокие, добротные карманы. Здесь вот такая резиночка. Все затягивается. Здесь ничего не переворачивается. Все очень-очень хорошо сшито. Вот карманы. Смотрите, какие глубокие карманы. Классные, супер. И внизу вот так вот все выполнено. Ничего не жмет, не перетягивает. И все очень-очень достойно. Безумно нравится мне этот костюм. Поэтому я его перезаказала, чтобы носить. Буду носить именно осенью. Все, завтра его буду выгуливать. Итак, мои дорогие, второй костюм. Для меня это новиночка. Я не знаю, в Васильке, по-моему, тоже это новиночка. Называется костюм Рубин. А, кстати, по цене, да, давайте определимся. Костюм Сапфир стоит 1492 рубля. Второй костюм сейчас я Вам покажу. Он называется Рубин. Я выбрала оттенок Сухая Роза. Там есть много оттеночков, кстати. Тоже в 44 размере я взяла. Стоит 1454 рубля. Цены просто смешные, мои дорогие. Это очень-очень бюджетно. Посмотрите, какой костюм. Оттенок потрясающий. Здесь мне больше всего понравилось то, что вот этот костюм скроет все. То есть, если у Вас нет груди, он это скроет. Если у Вас нет талии, он тоже все скроет. Здесь очень интересно выполнены рукава. Они спущены. Посмотрите. Здесь такие вот лампасики белые. Вообще, мне тоже понравился этот костюм. Кстати говоря, материальчик точно такой же, как у этого костюма. Вот так вот. Тоже сняла видео. Кусочек Вам вставлю, как я в этом костюмчике выгляжу. 44 размер. И мне понравилась горловина. Посмотрите. Очень все аккуратненько прошито. Вот так вот. И Вы, мои дорогие, у меня спрашивали, идут ли размер в размер такие костюмчики. Да, идут. Так, штанишки здесь вот такие. Резиночка точно такая же. Не переворачивается. Все прошито. Все затягивается. Карманы очень глубокие. Классные карманы. И здесь, конечно, вот эти вот лампасики белые. Очень выигрышно смотрятся. И вытягивают ножки. Ножки делаются, конечно же, долинее. И посмотрите. Вот здесь никаких резиночек, никаких манжет, ничего нет. Все очень-очень хорошо. И в этом костюмчике невероятно удобно себя чувствуешь. И комфортно. Итак, мои дорогие, что я еще из одежды сказала? Конечно же, для своей доченьки. Для моей красавицы заказала лосинки обычные, такие хлопковые. Они не утепленные. Обычные лосины. Взяла на 4 года. Рост 104 сантиметра. Вот такие обычные лосиночки. Очень удобно. Я уже такие брала не раз. И на 3 года брала, и на 2 года брала. Очень такая базовая вещь. И стоит, кстати, совсем-совсем недорого. Вот лосины для девочек стоят 298 рублей. И взяла вот такую вот футболочку. Я смотрю, она, наверное, будет большевата, потому что это тоже на 4 года. Обычная хлопковая футболка. Вот эти наклеечки, они никуда не сходят, не трескаются, не отпадают. Поэтому имейте в виду. Футболка тоже очень бюджетная. 154 рубля. Вот такой вот оттенок очень красивый. Тоже с кошечками. Можно носить лосинки и вот такую вот футболочку, например, в садик. Правильно? Итак, мои дорогие, в подарок я взяла вот такую просто обалденную сексуальную пижаму. У меня уже есть такая, но вот эта новая пижама в 46 размере, это не для меня, это в подарочек. Пижама называется Чикаго в 46 размере 630 рублей. Вот такая вот прелесть. Очень красивая, кстати, очень удобная. Здесь такие кружева, они не колются, они невероятно мягкие. Вот эти кружавчики очень-очень мягкие. И, кстати, написано, что ткань называется кулирка. Это тоже 100% хлопок. Она очень нежная, тоненькая такая ткань. Вот. У шортиков вот такая широкая внутри резиночка. И имеются два глубоких таких хорошеньких кармашка. Все очень хорошо выполнено. И следующее, мои дорогие, что я заказала, вернее, это моя сестричка заказала, гулечка, когда она меня увидела в этой футболке, сказала, что она тоже такую же хочет. И я, конечно же, по ее первому слову заказала ей такую же футболочку. Это, по-моему, оттенок называется какао. 42 размер, самый маленький. Так, футболка стоит 366 рублей. И она называется Мегаполис. Оттенок называется какао. Мне понравились вот такие вот рукавочки. Вот, они немного приспущенные. И горловинка хорошо прошита. Все как надо. Кстати говоря, я эту футболку еще не стирала, поэтому не знаю, как она себя будет вести после стирки. Ничего не могу сказать. Итак, мои дорогие, последнее, что же я заказала в этот раз, это для меня новиночки, потому что я вот такие салфетки, а, я салфетки заказывала из рогожки вместе со скатертью, а в этот раз заказала отдельно салфеточки для сервировки стола. В любимом васильке отшиваются очень много всяких разных вариаций. Там и новогодние мотивы, там и на день рождения. И однотонные, разноцветные, из рогожки, и вафельные. В этот раз я заказала вафельные салфеточки. Называются, оттенок называется, молочный шоколад. Заказала их много-много штук, штук 7-8, наверное. Буду сервировать свой стол. Это обычные вот такие вот салфетки размером 30х30, я так предполагаю. И последнее, что я вам покажу, это, конечно же, мои любимые простыночки на резинке. 100% хлопок. Я их просто обожаю. Одну простыночку 180х200х20 заказала для своей сестреночки. Она, кстати, эту простынку натягивает на диван, представляете? И для себя тоже, конечно же, заказала. Это, по-моему, оттенок какао, да. 160х200 и на 20. Простыночки стоят недорого, но чем больше размер, тем дороже. Смотрите, 180х200 стоит 690, а чуть поменьше, 160х200, 675. В принципе, разница не очень-то и большая. И, кстати говоря, смотрите, очень многие спрашивают, сколько же стоит доставочка. У меня доставка в этот раз была с ДЭК до двери, стоила 685 рублей. А вообще доставка, конечно же, зависит от размера, да, от веса посылки и от отдаленности вашего жительства, вашего города от города Иваново. Вот такие простыночки. Так, я не буду это все разворачивать, я вам просто-напросто покажу примерно, как они выглядят. Выглядят вот таким образом. Просто идеально подходят. Все очень-очень красиво. И самое главное, на этих простынях очень приятно спать. Ну что, мои дорогие, это был весь мой заказик из любимого селька. Обязательно все ссылочки оставлю. Проходите в инфобокс. Я оставлю ссылку на инстаграм тоже. У них инстаграм очень крутой. Поэтому подписывайтесь. Пока я была, значит, на учебе, у меня муж заезжал в пятерочку. Заезжал в наш местный магазин Желен. В общем, потратил в пятерке 2500 рублей, я так понимаю, на туалетную бумагу. Ну ладно, сейчас все покажу. Он сказал, что вот на такую нашу любимую туалетную бумагу была очень хорошая скидка. И он взял, по-моему, 4 упаковки. Вот здесь 3 я, значит, нашла. Вот такие большие пакеты взял на 240 литров. Они нам нужны на улицу. У нас там есть такой бачок для мусора большой. И еще он сказал, что в пятерочке по хорошей цене наше любимое мыло DAF по 70 рублей. Поэтому он взял, по-моему, 8 упаковочек. Тоже очень хорошо, потому что вот такое мыло я очень люблю. И оно у меня закончилось. Как обычно, взял молочка наша любимая. Станция молочная. Очень жирная. 3,4 до 6%. Оно на самом деле очень-очень вкусное. Так, это мы сегодня заезжали в Бургер Кинг. Там брали вкусняшки и 2 пирожка. Вот осталось. Я эти пирожочки обожаю. С вишней, кстати. И еще взял творожочек. Это уже в пятерочке для Крестюши. Кстати, Крестюшка вот этот творожочек тоже полюбила. Это ее перекус. Это не основная еда, а просто перекус. Так, в Желен, значит, муж взял вот такие охотничьи колбаски. Мне кажется, это самые вкусные охотничьи колбаски вообще, какие я пробовала. И взял наш любимый сервелатик. Вот такой. Вареная копченая колбаса. Взял укропчик. Кстати, петрушка у меня до сих пор на улице зелененькая, растет. А вот укропа уже давно-давно нет. Взял еще вот такие вот морсики для Крестюшки. А, еще взял красное вино для меня лично. И хочу вам показать самую вкусную пахлаву, которую мы покупаем на рынке. Даже не на рынке, на базе. Там овощи, фрукты, всякие сухофрукты, орехи и вот такая вот пахлава. Продается это в Ворске. Поэтому, если кто живет в Ворске, обязательно обратите внимание, она нереально вкусная, очень сочная. Здесь много орехов. Я люблю вот эти вот верхушечки. Там внутри еще очень много орехов, сиропчик, вообще вкусняшка. Ну что, мои дорогие, все. Буду заканчивать свой влог. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Обязательно пишите мне комментарии. Всем пока-пока. Спасибо.